Проверить степень износа резины сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям. Особенно важно это сделать перед тем, как отправиться в дальнюю дорогу, говорят госавтоинспекторы. Даже небольшое повреждение на шине может привести к ДТП. При движении на больших скоростях, ну, вне загородных участков, при попадании на кочку может произойти разрыв. Соответственно, это будет порвано колесо, то есть опять это приводит к ДТП. Сотрудники ГИБДД напоминают, что шины с пробоями, сквозными и несквозными порезами, с местным отслоением протектора и герметизирующего слоя подлежат замене. Также, согласно ПДД, запрещена эксплуатация транспортного средства, если на одной оси у него установлены шины разной размерности и конструкции, а также зимняя и летняя резина одновременно. За данный вид нарушения грозит штраф в размере 500 рублей. Что касаемо установки на транспортном средстве на одной оси разного вида резины, то есть на одной стороне летняя, на другой стороне зимняя, это может привести к тому, что при резком торможении то колесо, на котором, допустим, нет шипов, и которое отличается от установленных на всей машине, то это может привести к заносу автомобиля, то есть в последующем уже ДТП. Также непригодными считаются шины при стирании протектора до уровня индикатора. Это означает, что покрышку нужно менять. Мы спросили у водителей, как часто они меняют резину. Резину меняю два раза в год, где-то ориентировочно в конце сентября, то есть стараюсь загодя менять, чтобы уже к начале октября, когда выпадает снег, уже ездил я на шипах. И конец мая, вот в этом году даже начало июня. Так начинает выпадать снег. Я ставлю у меня шипованная резина тоже на дисках, а летом летнюю ставлю. После того, как проходит, ну, как вам сказать, когда сухо становится, одним словом, меняю резину. Два раза в год получается меняю резину. Сезонная смена шин – обязательная процедура в процессе эксплуатации автомобиля. Летние покрышки сделаны из определенного состава резиновой смеси, который выдерживает очень высокие плюсовые температуры. Асфальт летом достаточно горячий, и колеса должны выдерживать эти температуры при разгоне и торможении. Зимние покрышки обеспечивают лучшее сцепление с дорогой. Зимняя с шипами или есть липучки, которые тоже от протектора резины самой зависят. Чтобы контролировать машину управления, было лучшее с дорогой сцепление. По словам инспекторов, некоторые водители с целью экономии не перебывают своих железных коней. Даже летом ездят на зимней резине. Однако, по мнению специалистов, шины не по сезону, быстрее изнашиваются. Кроме того, на сухом и мокром асфальте сцепные свойства и прочие шинные характеристики будут хуже. Анна Захарченко, Денис Гимб, Новости Губкинского.